Добрый, рада вас видеть на канале Рахнофорбс. Сегодня у нас новости систематики. Не буду в этом видео лить воду и описывать информацию о морфологических признаках, описанных в статье. Данная часть статьи интересна только специалистам. Информация систематики касается рода Эуполеструс. Для тех, кто знаком с этим родом, это знакомство чаще всего связано с видом Эуполеструс компестратус. Как самого распространенного вида в хобби, разводы которого были и в СНГ. Правда, для своих самок мы так самцов и не нашли. Может у кого и есть просьба в личку написать. Многие в СНГ, конечно, с данным родом могли познакомиться благодаря виду Эуполеструс в Эйенберге. Но это чаще всего фото в инсте и из новых прайсов. Род Эуполеструс включал ранее четыре вида. Широкие ареалы распространения имеют два вида. Эуполеструс компестратус встречается в Аргентине, Парагвайе и Бразилии. Вид Эуполеструс в Эйенберге встречается в Аргентине, Уругвайе и Бразилии. Эуполеструс ляре только в Аргентине, а Эуполеструс спинозис симус в Бразилии. Однако в новой статье Боржев, Паладине и Пертане описали еще два новых вида в роду. И теперь Эуполеструс включает шесть видов. Новые два вида имеют следующее название. Эуполеструс красиметатарсис. Фото вида и статьи демонстрируем на видео. Распространенный данный вид в Бразилии, в штатах Парана, Рио-Гран-де-Сул и Санта-Каталина. Также провинция Миссионес в Аргентине. Второй вид Эуполеструс рок-кои. Фото вида из статьи демонстрируем на видео. Распространенный вид в бразильском штате Рио-Гран-де-Сул. Отмечу, что на фото выделены цветовые вариации этого вида. И теперь Эуполеструс включает шесть видов. Название всех видов актуальны на июнь 2021 года перед вами. Еще три интересных нюанса отметил для себя в статье. Первое. Новый диагностический признак внутри рода. Второе. Отдельно указана высокая степень изменчивости классических морфологических признаков идентификации видов форма сперматеки, к примеру. Не первый автор, конечно, об этом пишет. Третье. Не использовалась генетика для проверки результатов исследований, что, конечно, сейчас, можно сказать, является важной частью такого типа исследований. И четвертое. Отдельно отмечена угроза исчезновения популяции многооткрытых видов зоопурного развития пастбищного животноводства. Всем спасибо, кто посмотрел видео до конца. Подписываемся на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok